Марка Озернова. Это практически самый последний дом, а дальше уже зеленый гай и позиции вооруженных сил Украины. Сегодня мы приехали проведать маму с двумя детками. Но сейчас пока один парень. Мам, это у меня хомячок? Да, тебе хомячок. Сегодня благодаря замечательным людям, которые помогают людям на Донбассе, благодаря Владимиру из Ростова, благодаря моим подписчикам, которые присылают денежные средства, мы скупились и здесь привезли продуктовый набор для этой семьи. Марка Озернова находится очень близко к позициям, к линии фронта. Это практически через одну улицу, там уже находится вооруженные силы Украины. и оттуда ведут ожесточенный обстрел в поселке Трудовские. Скажите, здесь сильно стреляют? Сильно стреляют, порой дети даже плачут. В основном дочка, она сильно реагирует. Сын как-то более спокойно, а так сильно стреляют. Особенно вечером, а бывает целый день, что вообще не можем детей даже во двор выпустить, потому что невозможно их выпустить. Подвал есть? Подвал есть, но мы не спускаемся, он в аварийном состоянии. Мы дома, если что, на пол ложимся и лежим, если очень сильно. Я смотрю, возле окон песок. Да, это мы, потому что окна пробитые, попадание, ну, пулями, осколками, пробитые окна стеклой. Ложили песок, чтобы как-то загородить чуть-чуть. А скажите, минские перемирия, вы слышали о них? Нет, ну, было два дня где-то. Два дня было тихо, что так спокойно, даже дети спокойно. Там даже не было вечером, где-то в 8, до 9 они после двора гуляли даже у нас. То обычно в 6 не заходите? В 5, уже все, в 5 во дворе вот тут. Возле нас это самое, если что, быстро оттекаем аппаратом. Вот, вот пару дней всего лишь мы слышали, было вот это перемирие, которое обещали, что чуть ли не до осени, что оно будет. Мы себя, ну, как бы, почувствовали пару дней всего лишь. А вчера там... Вчера стреляли, каждый день стреляют. И утром стреляют. Вообще, вот, ну, сколько, пару дней назад просто клубнику собирала, сидела, вот в 5 утра, как убила у нас отца, ой, сына и мать убила. А я как раз в клубнике успела заскочить в гараж, потому что сыпалось все осколки, вот-то сыпалось, это сама по шиферу, а у нас там на весь железный вообще очень громко это все было. Слышно, как осколки эти сыпятся. Кошмар, конечно. Вот, по ком стреляют, непонятно. Тут живут только мирные жители, с детками. А в огород как выходим, то вообще, особенно как сажали, вот посадка была, рассады, сажали в огород, у нас там получается вот так крыто, что все видно. Даже не давали садить огород? Нет, вот именно, вроде тихо, только выйдешь, там пару кустиков чего-то посажал, и как целенаправленно их стреляют, стреляют. Говорю, не дают садить огород. Да, уйдешь с огорода тихо, в огород только выйдешь, начинают стрелять. Как целенаправленно, вот только не давали, как сажать. Это вообще как издевательство было. Спасибо, люди, спасибо, россияне, спасибо, Владимир, за вашу помощь, которую вы оказываете огромную. Спасибо большое вам за такую помощь. А игрушки мы присылаем, у меня женщина с Ленинграда, одна замечательная. Тоже игрушки, и вот каждому ребенку раздаю игрушечки. Спасибо большое, Саша, ты говоришь спасибо? Спасибо.